Вопросы? Нет вопросов? Нет вопросов. Если хищника, тогда эволюция идет быстрее, ее никто не стабилизирует. Есть ли примеры такие? Нет, так не получается. Почему? Среда многогранная и многообразная. Хищник – один из факторов, но только один из факторов. Но главное? Я сказал не давление, а универсальное. Ну, универсальное – это как? Универсальное – это не значит давление. Есть внутри рядовая конкуренция, внутри популяционная. В основном по сексуальному доминированию и предпочтению. Есть уже много работ по тому, что та же самая микрофлора влияет на выбор брачного партнера. Есть колебания погоды и климата. Например, у грухарей, только что показан, борщевским, до сих пор не обращали внимания. В период таяния снега земной грухарей питается хвой сосны. Для того, чтобы размножаться, надо истощенным бухарком получить достаточное количество свежего корма. Вот как только начинает отрастать применистая растительность, это происходит. А если зима запаздала, нет ни территории для гнезда, и нет корма, права в размножении. Что это не отбор? Конечно, отбор. И таких примеров уйма. То есть особой роли этой эволюции не имеют, получается? Я только что сказал, какую роль померяет эволюция. Но стабилизирует, вы сказали. Да, стабилизирует. Но стабилизация – это не эволюция, а это концентрация. Стабилизация – это такая же эволюция. Адаптация в череде поколений – это эволюция. Если вы эволюцию сводите только к возникновению нового фонда, это в лучшем случае параллели и смедрить. Спасибо. Алексей Сергеевич, скажите, пожалуйста, можно ли расценивать ваш доклад как своеобразную первую ласточку в исследованиях, по крайней мере, отечественных эволюционистов, которые в основном работают с так называемыми особями и индивидуумами. Вы прекрасно показали, что отбираются не особи, а комплексы, включающие макроорганизм и его симбионтов, которые не сами по себе там находятся, в этом хозяине, а образуют единую систему с ним, с эмерджентными свойствами, то есть которых не было у этого хозяина. Благодарю за вопрос, хотя не смогу на него громадно ответить. И вот почему. Все мы привыкли работать с особями. Вок особь, вось особь и так далее. Вот это новое представление о том, что мы, собственно говоря, все включаем в себя целый биоциноз, оно действительно новое. К нему надо еще привыкнуть. Причем должен подчеркнуть, вот только что был доказатель, после незеленого возраста, в актерии ведь то же самое. Мы не умеем определять их видовой состав. Мы можем оперировать громадно только с количеством, потому что ну очень небольшое количество БДНК определяется, то, что уже знают о разнообразии карастральных. Поэтому вот то, что я могу ответить. Можно? Спасибо. Если все, или по крайней мере большинство жертв, условно говоря, больные, то они ведь отберутся и так. Они же больные. И в соревновании самцов, и в борьбе за пищевые ресурсы, которые среди травоядных, на самом деле, не меньше. И так далее. Получается, что хищники только экономят, скажем так, кормовую влагу, которую эти больные используют, можно сказать, зря. Так ли это? Значит, это во-первых. А во-вторых, все-таки отбирается ведущая звена этого пресловутого пиоциноза, то есть именно после. Поскольку, ну, в общем, понятно. Но это не к вопросу, а к вопросу. Как комментарий. Значит, что я могу на эту тему сказать? Все зависит от колебания численности данной популяции. Если идет подъем численности популяции, то все эти самые больные будут выживать, и я не знаю, какая часть, вот тут врать не буду, возможно, будут размножаться. Если идет спад численности, на микромаволиях это прекрасно показано, то там достаточно жесткая иллюминация и, по-видимому, подрезывание кромовой базы хищника, что будет плохо сказываться на хищниках. И тоже будет избирательная иллюминация. Это очень сложная игра, которую мы вот только-только сейчас подходим. Прекрасный вопрос, на который отчасти Алексей Сергеевич ответил в ходе доклада. Хищник изымая действительно неблагополучных особей, но почти всегда в популяции находятся особи, находящиеся в худшем состоянии. Измертью подлежат конкурентоспособными животными. И хотя, конечно, коэффициенты наследуемости и стрессоэзистентности, и особенности иммунного ответа не очень велики, но изъятие особей, у которых в силу ряда причин, сложных причин, многообразных, почему-либо эти параметры оказались недостаточными короче, несомненно, оказывают благотворное влияние. Хотел бы еще раз спросить, имеются ли примеры по каким-либо видам, когда нету у них хищника, могут быть паразиты, но не хищник. Я не знаю, я просто спрашиваю, может быть, вот летучие мыши, вот вряд ли у них есть хищники, которые... В летучих мыши как раз довольно много меня, пожаром неизвестно, единственный пример, это африканский слава. А дрон, а все эти самые новозеландские птичники, там не было птичников, пока не были. Да, пожаром. Еще не было. Их следовательно... Хотел бы напомнить про космос. Классический объект, западноевропейская косуля, западноевропейская уничтожение волка привело к повышению доли особей, к изъятию доли особей с аномальным состоянием рабов. это в общем такой навязший всех зубах пример, но это уже были неправильные животные. Подозревают, что такого рода примеров можно искать еще. Есть